МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это телевизионный обзор за минувшую неделю в студии Ирина Плеско. Здравствуйте. Корреспонденты телерадиокомпании Сургут Интерновости готовы поделиться информацией, которая показалась им наиболее интересной. И начнем с дайджеста. События в несколько строк. Доход бюджета Югры в этом году вырастет на 11 миллиардов рублей и составит 156 миллиардов. Эти цифры озвучила на заседании окружного правительства губернатор Наталья Комарова. Увеличение доходной части обусловлено ростом налоговых поступлений в региональную казну. Это связано с положительной динамикой цен на нефть. Большую часть средств направят на реализацию окружных целевых программ. К примеру, на развитие агропромышленного комплекса пойдут 230 миллионов рублей. На модернизацию жилищно-коммунальной сферы – 920 миллионов. Еще 360 миллионов направят на оказание югорчанам высокотехнологичной медицинской помощи. Существенная часть средств будет вложена в жилищное строительство. Предварительные итоги призывной кампании подвел военком Югры Юрий Буров на совещании с губернатором. Этой весной в ряды Вооруженных сил России отправились служить более 800 югорчан. Всего до 15 июля на заседание призывных комиссий в округе планируется вызвать почти 9 тысяч человек. В ходе совещания обсуждался вопрос об организации просветительской работы в отношении будущих защитников Отечества. На окружном сборном пункте проводятся встречи с будущими призывниками. Их знакомят с теми подразделениями, где они будут проходить службу. Губернатор поручила усилить информационную работу, в частности разместить контактные телефоны общественных организаций на призывных пунктах и официальных сайтах, чтобы жители округа при необходимости могли связаться с ними в любое время, а также организовать работу горячей линии по вопросам организации призывной кампании. Система лекарственного обеспечения в Югре должна стать абсолютно открытой, а принятые планы и обязательства в сфере здравоохранения исполняться в срок. Такие задачи поставила губернатор Югры на совещании по итогам реализации профильной окружной программы. Наталья Комарова подчеркнула, по целому ряду показателей в сфере здравоохранения, округ опережает другие регионы России в среднем на 6 лет. По уровню развития высокотехнологичной помощи Югра в тройке лидеров, а средняя зарплата врачей по итогам прошлого года составила 59 тысяч рублей. Но по факту не все высококвалифицированные доктора получают такие деньги, а многие даже не знают, как их получить. Губернатор поручила провести разъяснительную работу в этом направлении. Единственная в России плавучая поликлиника, созданная на базе теплохода «Николай Пирогов», начинает свое турне по югорским рекам. Медицинский рейд по водным артериям округа будет проходить в течение пяти месяцев, до окончания северной навигации. В планах врачей – посещение 44 удаленных населенных пунктов Югры, куда можно добраться в летний период только по воде. Работать специалисты с коренными народами Севера будут по стандартной схеме – шесть дней в неделю с восьми утра до шести вечера. Восемь югорчан, получившие травмы на производстве, стали обладателями новых автомобилей. Ключи от ВАЗ-2107 им вручили представители фонда социального страхования. Машины адаптированы под управление для людей с ограниченными возможностями. В этом году фонд выдаст еще пять авто в рамках исполнения 250-го федерального закона. Таким образом, транспортные средства получат все, кто подал заявку в 2011 году. На эти цели из фонда социального страхования выделили около трех миллионов рублей. На Сургутском кладбище открыли мемориал. Памятник установили на Аллее Славы. Так называется площадь, на которой покоятся участники боевых действий. Аллею открыли осенью и постепенно ее облагораживают. В ближайшее время здесь появится освещение и видеонаблюдение. На памятнике зажгут огонь памяти, но гореть он будет только по особым датам. Еще одна особенность композиции – оригинальные военные штыки, предоставленные поисковиками. Мемориал будет застрахован. Глава города Дмитрий Попов встретился с победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады среди школьников, где Сургут представляли восемь человек. Шесть из них вернулись домой с победами. Честовали триумфаторов библиотеки имени Пушкина. Градоначальник выразил благодарность преподавателям и родителям школьников. К слову, все призеры и победители Общероссийской Олимпиады автоматически становятся претендентами на получение премии президента России. А некоторые, возможно, уже в ближайшем будущем займут свое место на доске почета города. Подвели итоги конкурса «Семь шагов к успеху». Учащиеся старших классов презентовали проекты, в которых спланировали собственную жизнь на ближайшие 10 лет. Из 20 представленных работ в финал вышли 13. Авторы рассказали о выборе профессии, поделились личными планами и взглядами на карьерный рост. Вдохновили школьников профессионалы-управленцы организации «Успех». В составе организаторов проекта – депутаты, молодые специалисты, успешные менеджеры. Победители получили денежные призы размером в 20, 15 и 10 тысяч рублей. Следующий этап – суперфинал окружного уровня. Свои проекты представят школьники Сургута, Мегиона и Пытьяха. Более подробно мы остановимся на следующих темах. Международное сообщество пристально следит за Сургутом. С какими намерениями в наш город прибывают иностранные делегации? Есть более для сотрудничества. Мы в ходе беседы нашли целый ряд других направлений, даже более направленных на социальную сферу, в которых мы можем работать вместе. В Сургуте не хватает парковок. Ситуация приобретает катастрофические масштабы. Некуда припарковать машины. Единственное место. Дворы заняты. Дворы. 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 Ни за яхом не выехать. Могу оставить на проезжей части, и это не будет выхода. Будут. Заберут наш расстоянок. Что отсюда заберут, что оттуда, какая разница. Держите двери на замке, а деньги в сберегательных кассах. Как противостоять квартирным ворам? Входные двери оборудуются, необходимо оборудовать замками. Ну, как мы рекомендуем, значит, не менее двух замков, разнотипные. Оконные проемы можно укреплять решетками, рольставнями. Взаимовыгодное международное сотрудничество. На минувшей неделе глава города Дмитрий Попов и его заместители встретились с делегацией бизнесменов из Канады. Предприниматели привезли с собой предложения по сотрудничеству в сферах нефтегазовой отрасли, строительства и ЖКХ. Некоторые из них чиновников заинтересовали. Заокеанские гости в Сургут приехали, чтобы лично познакомиться с руководителями города и представителями городообразующих предприятий. Адекватным результатом встречи с последними канадцы расценивали заключение договоров. Они предложили инновационные технологии для усовершенствования буровых работ, а также экологическую систему, блокирующую разливы нефти. Что позволяет сокращать расходы операторам и подрядчикам. Система установлена на более чем 90% буровых установок в Канаде. Помимо нефтегазовцев в составе делегации оказались представители ведущих компаний в области строительства и энергосбережения. Так, канадцы предложили инновационные системы по экономии энергоресурсов и воды на производственных объектах. Гости заявили, эффективность их предложения около 40%. Безусловно, в нашем регионе, где тепло, по сути, самая дорогостоящая коммунальная услуга, такое ноу-хау как раз кстати. Я засомневался. 30-40% снижения затрат или экономии энергоносителей. Мне кажется, это все-таки рекламный ход. Я думаю, реально, если 10-15% используют технологии, мы добьемся экономии, уже это будет хорошим результатом. Первая встреча уже определила некоторые результаты. Есть поле для сотрудничества. Мы в ходе беседы нашли целый ряд других направлений, даже более направленных на социальную сферу, в которых мы можем работать вместе. Особенно сургутскую администрацию заинтересовало предложение о постройке быстровозводимых конструкций. Канадское предприятие успешно реализовало около 20 проектов в Якутии и других регионах России. Причем строители готовы возводить любые объекты, от авиационного ангара до офисного центра. Наибольший интерес у всех практически представителей администрации, которые принимали участие в этой встрече, вызвало предложение о поставке конструкций для быстровозводимых объектов. Это сегодня очень актуально для города Сургута. Мы уже начали реализовывать программы по строительству 9 быстровозводимых спортивных сооружений на пришкольных участках. И используя эти технологии, мы будем смотреть сегодня, какие объекты социальной сферы можно будет в городе Сургуте еще строить именно таким образом. Важным остается тот факт, что значительная часть Канады расположена на территории по климату, сравнимой с Югрой. А значит и технологии, которые предлагают делегаты, адаптированы под сургутские морозы. От такого международного бизнес-партнерства качество жизни в городе только улучшится. Рамиль Нуриев, Дмитрий Подлесной, Рашид Латыпов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Сургутяне начнут платить еще и за их утилизацию. Каким образом коммунальщики собираются отладить процесс сбора ртутных ламп и в чем тут экономия, выяснял наш корреспондент. Это контейнер для энергосберегающих ламп. Его представили на семинаре гости из Уфы. Перегоревшую лампочку просто так выкинуть в ведро нельзя, поскольку она содержит ртуть. В контейнере она не разобьется. Вмещает он более 300 штук. Стоит 15 тысяч. Я могу сказать, что полтора года назад такого контейнера еще не было в природе ни у кого. Он антивандальный. Это раз. Его можно закрепить на площадке ТБО, приварить его к каркасу. Но сама по себе установка контейнеров проблемы не решает. Представители управляющих компаний обратили внимание на главные условия. По закону под сбор ламп должно быть выделено отдельное помещение, причем не в жилом доме. Кроме того, принимать их должен обученный человек, а значит ему надо платить зарплату. И, наконец, вывозить лампы могут только специальные организации, имеющие допуск к работе с опасными отходами. Обязательно должен быть осуществлен сбор. Во-первых, есть постановление правительства Российской Федерации, 181-го, где четко прописано, что на территории общего имущества жилых домов сбор запрещен. А штрафы за нарушения немалые. С юридического лица до 200 тысяч, с частника до 10. Но отдельных помещений под сбор ламп управляющие компании также в большинстве своем не имеют. Значит, нужно арендовать. В итоге, без обсуждения всех этих нюансов, закупать контейнеры для ламп управляющие компании пока не готовы. Да, это удобно, это компактно, это в шаговой доступности. Что самое главное, это в шаговой доступности по выходу из подъезда. Но здесь самый главный вопрос надо решить. Это с Роспотребнадзором. Дадут ли они добро на то, что, законодательство говорит, надо оснащать помещение жилое для сбора и утилизации. С 1 июля управляющим компаниям законом предписано организовать сбор ртуть содержащих ламп. Департамент городского хозяйства уже утвердил тариф, который появится в платежках горожан. 33 копейки за квадратный метр. Итог семинара участники взяли неделю, чтобы провести консультации и прийти к общему решению. Наталья Бабушкина, Артем Высоцкий, Александр Латыпов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Пока зеленые ведут борьбу за парки, автомобилисты ратуют за парковочные места, которых катастрофически не хватает. Дефицит стоянок для транспорта в Сургуте – одна из самых насущных проблем. Пока жители бьют тревогу, сотрудники ГИБДД наказывают нарушителей правил дорожного движения. Но пользы от этого немного. Автолюбители продолжают парковаться на газонах. У нас машину ставят, паркуют машину непосредственно на самой остановке. То есть возле остановки, перед остановкой, за остановкой, на остановке. Теперь у нас начали парковать на газоне. То есть вот у нас идет пешеходная дорожка в сторону стаффора. Она вся заставлена машиной. За час прямой телефонной линии начальнику управления Министерства внутренних дел Александру Ерохову на подобную ситуацию пожаловалось с десяток человек. Сургут входит в тройку самых автомобилизированных городов России, говорит статистика. На такое количество транспорта он не рассчитан, утверждают специалисты. Это актуальная тема для города. Вот эти вопросы, они вообще внимания не охватывают. Куда парковаться будут? Вообще не предусмотрено место для парковок. Есть платные парковки, но опять же там цена вопроса жителей не устраивает. Особенно много автомобилей, припаркованных вне закона, в новых микрорайонах. Машины ставят на газоне, на тротуаре. Нетронутыми пока остаются только подъезды. Территория многоквартирных домов для такого количества транспорта не подготовлена. Некуда припарковать машину. Единственное место. Горы заняты. Горы не заехали, не выехали. Могу оставить на проезжей части и это не будет выход. Заберут на штрафстоянку. Что отсюда заберут, что оттуда, какая разница. В патовой ситуации не помогает и наказание. Полицейские постоянно штрафуют нарушителей, но меньше последних не становится. Игнорируют право дорожного движения. Уже наказано где-то 1400 водителей. С аналогичным периодом прошлого года эта цифра была меньше. В пределах 500 водителей было наказано. То есть рост произошел в три раза. Впервые с проблемой нехватки парковки столкнулись американцы еще в 30-х годах прошлого века. Эту ситуацию пережили все ведущие страны мира. За океаном ввели экопаркинги, платные места. В столице Голландии, Амстердаме, вообще строится подземный город-паркинг. В Лондоне въезд в центр на автомобиле платный и причем очень дорогой. Японцы выбрали альтернативу. Там бурно развивается движение велосипедистов-любителей. Сургутские депутаты пока справились только со стояночными местами возле торговых и офисных зданий. Приняты определенные правовые акты. Это утверждены нормы проектирования. То есть в новых микрорайонах, которые только осваиваются, проблемы с парковками быть не должно. Для этого созданы все механизмы. То есть те здания, те офисные, те жилые здания, которые будут строиться, они должны предусматривать определенное количество парковочных мест. Основная проблема, конечно, в той части города, которая уже застроена. Есть рецеденты, когда существуют дома с парковочными местами уже, и люди не покупают их. Любой платный вариант, будь то платная парковка или въезд в центр города, в Сургуте не заработает. В прямом и переносном смысле этого слова. Примеры пустующих платных паркингов уже есть на карте нашего города. В ГИБДД заверяют, за автовладельцами, паркующимися в неположенном месте, будут следить еще пристальнее. Хотя проблему это и не решит. На межведомственной комиссии, куда входят и полицейские, и коммунальные службы, и чиновники, этот вопрос обсуждается от заседания к заседанию. Но пока решение, за которое не придется много платить, еще не нашли. Денис Грязнов, Дмитрий Подлесной, Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Для России грядущий июль – время перемен. Ожидается повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, предрекают бензиновый кризис. В общем, хорошего пока мало, по крайней мере, по прогнозам. А вот лучом света в темном царстве выступает пенсионная реформа. В частности, накопительную часть пенсии россиянам обещают выплатить опять же в июле. Но и здесь все непросто. Необходимая законодательная база пока не готова. Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» – один из старейших в городе. На рынке этих услуг он уже 17 лет. Подтверждением высокого статуса предприятия стал визит генерального директора одной из мощнейших негосударственных управляющих компаний России – Вадима Соскова. Мой визит в «Сургут» связан с 17-летием негосударственного пенсионного фонда. Мы работаем с негосударственным пенсионным фондом «Сургутнефтегаз», управляем активами этого фонда. И, скажем так, координация деятельности, координация работы и по управлению активами со структурами «Сургутнефтегаза» – это одна из целей моего визита. Правда, реалии российского государства показывают. Зачастую пользователи таких услуг не всегда понимают, что же такое негосударственный пенсионный фонд. Прежде всего нужно помнить – это бизнес-структура, которая распоряжается пенсионными накоплениями. Через фонд средства могут переходить в управляющие компании для повышения их доходности. То есть ваши деньги работают на вас. Простыми словами, нет чисто распределительной, чисто накопительной сегодня. В мире таких стран нет. Везде какие-то условные накопительные распределения. Везде социальные составляющие присутствуют, которые выплачивают государства. Даже в Китае. Тот набор дополнений налоговых, корпоративные фонды, не государственные какие-то по-другому принципу ассоциации, они в каждой стране свои, в зависимости от того, как страна развивалась. К слову, между базовой частью пенсии, страховой и накопительной ее составляющей, существует разница. И прежде всего она заключается в процентных соотношениях. Если мы говорим о среднем размере трудовой пенсии по старости – 15 тысяч, то фиксированный размер базовой пенсии составляет 32,8% от общего количества, от общей суммы. 67 с лишним процентов – это страховая часть, и очень небольшой процент – это накопительная составляющая. Небольшой процент последней составляющей объяснить просто. Накопительством пенсии в России занялись совсем недавно. Тут, как говорится, чем дальше в лес, тем больше пенсия. А вот выбор передать свои деньги государственной управляющей компании или негосударственной – каждый делает сам. Раз в год такое заявление можно написать в Пенсионном фонде России. Если человек передумал в течение календарного года, и он взвесил для себя какие-то обстоятельства, и решил выбрать другой негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, он может прийти и переписать заявление. Но заявление должно быть подано до 31 декабря календарного года. Однако большинство людей о пенсии не думают, а между тем доходность государственных компаний крайне низка. Хотя в идеале пенсия должна состоять из трех частей, гарантированной государством страховой части накопительной и корпоративных доплат. И здесь, в пример, можно привести опыт Западной Европы. Дело в том, что в Германии и Швейцарии существует годами выработанная система добровольного пенсионного обеспечения. Люди с измольства в школах, в институтах изучают, что такое пенсионное законодательство, что такое пенсионное право, как обеспечить свою будущую пенсию. В России этого нет. Поэтому отказ от накопительной части в России приведет к коллапсу. Уже с июля этого года россияне впервые начнут получать накопительную часть своей пенсии. На данный момент что-то конкретно говорить рано. Нормативная база еще не совсем готова. Около 40 подзаконных актов сейчас в разработке. Но в пенсионном фонде уверяют, к июлю все будет готово. Существует федеральный закон, он принят, он начнет действовать с 1 июля 2012 года. Но уже сейчас есть определенные гарантии. Гражданам, чья накопительная часть не превышает 5% по отношению к размеру его трудовой пенсии, средства отдадут единовременно. Екатерина Любешева, Артем Высоцкий, Денис Зонов, Александр Латыпов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Пришло время рекламы, и вот информация, которая заинтересует многих телезрителей. Сбербанк дарит сургутянам уникальную возможность поучаствовать в городском тест-драйве различных автомобилей. Будет представлено более 15 марок автомобилей. Это Ford, Skoda, Mitsubishi, Kia. На данном мероприятии гости смогут получить консультацию у менеджеров автосалонов по поводу приобретения данного автомобиля. Сотрудники Сбербанка проконсультируют по условиям кредитования. 22 мая на площади дворца Торжест по адресу Бульвар Свободы-5 сургутяне смогут увидеть все последние новинки мирового и отечественного автопрома, пообщаться с представителями брендов и, конечно же, получить информацию о самых выгодных кредитах от Сбербанка. Автопраздник начнется в 10 утра и продлится до 7 вечера. Тест-драйв будет проходить в свободном режиме, без предварительной записи. Данное мероприятие мы проводим с нашими партнерами впервые и надеемся, что оно получит популярность среди жителей нашего города. Реклама Дизайн и полиграфия. Реклама в газетах и журналах. Наружная реклама. Реклама на радио и телевидении. Сувенирная продукция. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Телефон 221-555. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. Маяк «Югра». Телерадиокомпания «Сургут Интерновости». Верный курс в 107,9 FM. Итак, вернемся к событиям минувшей недели. Лихие 90-е возвращаются. За неделю в Сургуте несколько раз стреляли. Полицейские бьют тревогу. Нет, такого не было, в принципе. И что, после такой еще массовой, такого не было. Борьба за жизнь. Пятилетнему Даниле Коневу необходимо дорогостоящее лечение в английской клинике. Мальчик тяжело болен. У него еще на том же месте выросло еще две опухоли, тоже нейробластомы. И у него уже началось поражение костей. Работать от всей души, любить без остатка. Воспоминания о легендарном прояведе Флегонтия по Казаневе в рубрике «Люди Югры». Взрослый мужчина влюбляется медленно, зато любит нежно, бережно, сильно, надежно. Эти слова Флегонтия Яковлевич посвятил своей будущей жене Лиле Николаевне. В сургутских новостройках орудуют квартирные воры. Как утверждают полицейские, вскрыть жилье в них гораздо проще. Типовые двери и замки для злоумышленников препятствия не составляют. Поэтому стражи порядка постоянно проводят профилактические беседы с населением. О том, как уберечь свои жилища от незваных гостей, расскажет Дмитрий Подвесной. В летний период времени у нас очищаются квартирные кражи. Очень многие жители находятся на дачах, отпускной период. Поэтому вероятность проникновения без присутствия хозяев увеличивается. Безопасный дом, подъезд, квартира под таким девизом сургутские полицейские проводят профилактику среди населения. Рассказывают о том, как уберечь жилье от взлома. Вера Попаденец заселилась в новостройку два года назад. Положиться на соседей в вопросе охраны жилья Вера не может, пока со всеми не познакомилась. По идее, на площадке соседей я знаю, как «Здравствуйте, до свидания», только с одним соседом мы так более знакомы. Дверь, замок хороший. Сейчас вот сигнализацию поставим. Для злоумышленников железная дверь замком – не преграда. Они могут лишь задержать медвежатников на несколько минут. В основном беседы полицейские проводят в строящихся микрорайонах, так как здесь в последнее время участились кражи. Еще дома не полностью заселены, и собственники, когда переезжают в квартиру, они первым делом не меняют входные двери, замки. То есть они используют те замки, которые установлены уже изначально. Но где гарантия того, что нет запасных каких-то экземпляров ключей. Яркий пример произошел в апреле. Два гражданина Таджикистана совершили серию краж в районе улиц генерала Иванова и Каролинского. Входные двери отжимали стамеской. В общей сложности доход злоумышленников составил около 400 тысяч рублей. В ходе допроса подследственные признались, что и на родине они зарабатывали таким же образом. До этого устанавливали металлические двери. Вот они были задержаны при совершении преступления путем отжима двери в новостройках. В настоящий момент находятся в изоляторе. В частности, в десяти кражам установлены их. Внимание преступников привлекают квартиры первых и последних этажей. Туда проще проникнуть через окно. Но и остальные квартиры находятся в относительно безопасности. Полицейские советуют совершенствовать систему защиты квартиры перед отъездом в отпуск. Имеется много способов защитить свою квартиру от преступников. То есть мероприятие может проводить собственник сам, укрепляя свои квартиры. То есть входные двери оборудуются. Необходимо оборудовать замками. Ну как мы рекомендуем, значит не менее двух замков разнотипные. Оконные проемы можно укреплять решетками, рольставнями. За этот год в Сургуте совершено 45 квартирных краж. В основном злоумышленники выносили из жилья золотые украшения, деньги, а также бытовую технику. Вернуть похищенные владельцам довольно сложно. Так как похищенные все практически сбывают или не установлены лицам, которые потом не установить просто не представляют возможности. Кучарин, прохожим, таксистам. Или же выводятся за пределы города Сургута. Привычные железные двери замок преступников не остановят. Об этом говорят как полицейские, так и статистика. Поэтому не лишней будет сигнализация. Она гарантирует, что в случае взлома на место прибудет группа оперативного реагирования. Это в несколько раз увеличивает шансы задержать преступников по горячим следам. Дмитрий Подлесной, Кристина Жмурко, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Минувшая неделя сургутянам напомнила о лихих 90-х годах. Перестрелки в центре города, убийства. Вообще, этот год в Сургуте богат на криминальные события. Зимой произошло громкое происшествие. В уличной драке представителей двух национальностей погибли два человека. В апреле произошло покушение на убийство ведущего кардиохирурга округа Андрея Улитина. Становится ли Сургут горячей точкой? Ответ на этот вопрос искали наши корреспонденты. В Сургуте совершено убийство. Объявлен план перехват. С такой новости началась прошедшая неделя. Примерно в 10 часов утра на участке дороги из поселка Финский в сторону Брэдс-2 в автомобиле Ягуар застрелили мужчину. В теле эксперты обнаружили четыре пулевых отверстия. Легковая иномарка врезалась в Татру, после чего остановилась. Через время из Ягуара выбежал пассажир и скрылся в лесу. Как утверждает водитель грузовика, перед столкновением между водителем и пассажиром легковушки возникла драка прямо во время движения. На месте происшествия осталось орудие убийства. Которая за мной газелька шла, они видели. Но они тоже шли за мной не близко, а не видели. Они видели, что выбежал и сбежал. Погибшим оказался сотрудник Сургутнефтегаза Сергей Леонтьев. Сотрудники следственного комитета сразу выдвинули несколько версий преступления. В настоящее время следственными и оперативными органами проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление. Проводятся, да, разыскные мероприятия на установление личности, виновного в совершении преступления, его местонахождение. Также допрашиваются свидетели, очевидцы данного преступления. Назначены ряд экспертиз. Подозреваемого в убийстве задержали через три дня. Им оказался 24-летний житель Сургута. Также полицейские арестовали предполагаемого сообщника. Оба задержанных дали признательные показания. Назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистические экспертизы. Выдвинуты следствием ряд версий, которые в полном объеме будут отрабатываться. А в четверг, 17 мая, на улице энергетиков, прямо возле Сургутской окружной клинической больницы, произошла перестрелка. В Тойоте Камре находилось 4 человека. Неизвестные подошли к автомобилю, который остановился возле медучреждения. И открыли по нему огонь из травматического оружия. После этого преступники скрылись. Эксперты на месте происшествия обнаружили 12 гильз. Огонь вёлся из трёх видов оружия. В результате один человек получил ранение. Его доставили в больницу. Полицейские ищут подозреваемых в совершении дерзкого преступления. Нет, такого не было. И чтобы вот такой ещё массовостью, такого не было ещё никогда. В настоящий момент у нас установлено есть проезжающий гражданин, у которого был регистратор видео, на котором видно, что несколько человек, окружив вот эту машину, конкретно там не видно, что кто производит стрельбу. Но сам факт это зафиксирован. В настоящее время проводится проверка подрядного факта. Проводятся, значит, автомобили, которые попали в поле зрения, да, в видеорегистратора. Эти преступления ввергли людей в шок. Череда происшествий заставила задуматься, а не вернулись ли те самые лихие 90-е. Здесь сейчас именно освобождаются те, которые в начале 90-х получали по 17-20 лет. Ожидать мы должны всегда и готовы быть ко всему. Что конкретно сказать, что ожидается всплеск, наверное, так говорить. Нету, наверное, такой возможности. Полицейские говорят, менталитет общества изменился. А значит, и такой массовости беззакония, которая наблюдалась в 90-е, не будет. Но это лишь предположения и гипотезы. Реальные события и человеческие смерти говорят об обратном. Дмитрий Подлесной, Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Александр Латыпов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Срочно нужна помощь. Пятилетнему Даниле Коневу необходимо дорогостоящее лечение в английской клинике. Мальчик тяжело болен. Его родители находятся в безвыходной ситуации. Чем будешь, когда вырастешь? Дадим. А чего стесняешься? По настроению у меня нету. Даниле совсем скоро исполнится шесть. Как и его сверстники, мальчик любит играть в компьютерные игры и рисовать. Еще три года назад семья Коневых жила счастливо. У них рос здоровый малыш. Но однажды врачи обнаружили у ребенка рак. Нейробластома – злокачественная опухоль. Абсолютно случайно по УЗИ обнаружилось, что у него растет опухоль в районе правой почки. Она уже была довольно большая, размером примерно с куриное яйцо. И нас тогда отправили в Нижневартовск, положили в гематологическое отделение. Тоже там дообследовали нас. И где-то через девять дней, наверное, прооперировали. Ну, не. Не понравилось, конечно. Вот. Знаете, что мне самое не нравится? Тушать маской. И это все, что я не люблю. Я еще не люблю уколы. Это была первая операция. Вскоре медики успокоили. Ваш ребенок поправляется. Метастаз нет. Прошло совсем немного времени. И о дальнейших событиях мама Данилы без слез говорить не может. У него еще на том же месте выросло еще две опухоли. Тоже нейробластома. И у него уже началось поражение костей. Я не могу об этом говорить. В Нижневартовске малышу удалили только одну опухоль. Вырезать вторую врачи не решились. Данила мог умереть на операционном столе. Вторую нейробластому удалили в Москве. Но метастазы заполнили уже весь костный мозг ребенка. Врачи вынесли приговор. У ребенка ухудшение. То есть, извините, мы никакого лечения вам назначить больше не можем. От мальчика отказались. Семья осталась один на один со своей бедой. В другом московском центре также не смогли ничем помочь. Родители Данилы в отчаянии. Но вдруг появился шанс. Врачи одной из английских клиник готовы взяться за лечение ребенка. Они посмотрели нашу историю и согласились взяться за лечение. Ну, конечно, выставили очень большой счет. Естественно, мы сами ни за что не соберем такие деньги. По словам лечения, 374 тысячи фунтов стерлингов. Это около 19 миллионов рублей. В данный момент Коневы оформляют визы. Семье удалось собрать около 300 тысяч рублей. Лечение за границей для Данилы – это шанс выжить. Все, кому не безразлична судьба мальчика, могут оказать посильную помощь. Номера счетов, на которые необходимо перевести деньги, вы видите сейчас на своих экранах. Размещена информация и на сайте телерадиокомпании «Сургутинтерновости» in defisnews.ru Возможность лечиться за рубежом за счет государства у россиян есть. Чтобы получить льготу, необходимо соблюсти ряд условий. Чиновники определили, что на бесплатное лечение имеют право граждане России, у которых есть соответствующие рекомендации. Выписки из карты больного Федеральное медицинское учреждение должно отметить, что диагностику и лечение следует проводить за пределами Российской Федерации, потому что заболевания не могут лечить в российских клиниках. Подать заявление на отправку за границу может сам больной, его законный представитель или доверенное лицо. Максимальный срок рассмотрения заявки не должен превышать 92 рабочих дня. Исключение составляют в случае, когда пациенту требуется дополнительное стационарное обследование или лечение. Кроме того, рассмотрение может быть приостановлено, если стоимость лечения превышает размер бюджетных осигнований на текущий год. В случае положительного заключения Минздрав соцразвития подписывает договор с иностранной организацией о лечении гражданина России. Кроме того, Министерство заключает договор с пациентом. Больному оплачиваются суточные аренда жилья и компенсируются расходы на проезд к месту лечения и обратно. Новый регламент бесплатного лечения за границей начнет действовать через 10 дней после опубликования. Краеведу Флегонту Показаньево в этом году исполнилось бы 90 лет. Флегонт Яковлевич был основателем Сургутского краеведческого музея. Стоял у истоков ветеранского движения, был инициатором открытия Мемориала Славы. 7 апреля 1988 года Флегонту Показаньеву присвоили звание почетного гражданина Сургута. Флегонт Показаньев известен горожанам прежде всего как хранитель истории нашего края. В основу написанных им книг, газетных очерков и статей легли сведения о людях и событиях, собранных буквально по крупицам. Во время Великой Отечественной войны майор советской армии Флегонт Показаньев вел список сургутян, погибших в военные годы. Перечень фамилий автор вписал в свою книгу «Память». Именно из нее многие жители узнали о судьбе своих близких. Показания в книгу «Память» сделал. И когда уже я сюда, в Сытомино 25 лет проработала, приехала сюда я в 1978 году. И где-то я сразу в Совете ветеранов начала работать. И, значит, эту книгу сделали. И мы посмотрели и увидели, что папа там. В одном из музеев сургута сейчас работает выставка, посвященная памяти краеведа. В названии экспозиции лег риторический вопрос «Что скажете?». Первая часть экспозиции – рабочий кабинет. Здесь представлены личные вещи краеведа, редкие архивные документы, переписка, книги и многое другое. Эти вещи хорошо помнит любимая племянница Флегонта Показаньева. Я же все-таки у них прожила 6 лет, пока училась в нашей первой сургутской школе. И сколько я помню, Флегон Тьякович приходил с работы и сразу садился вот за эту машинку в основном. Ну, конечно, летом и осенью, допустим, грибы, ягоды. А вот зимой он постоянно садился и писал, писал, писал. Ну, что, конечно, для меня это было с одной стороны радость, что он не отвлекался на меня, не проверял там мои тетради и все такое прочее. Передать мудрость и жизненный опыт выдающегося человека молодому поколению. Такую идею вложили в экспозицию организаторы выставки. Вторая часть экспонатов – это стенды с цитатами и афоризмами краеведа, а также высказывания близких ему людей. Я уже не пылкий юноша и словом «любовь» и чувством «любовь» не разбрасываюсь, чтобы с молоду не растерять по свету способность любить. Взрослый мужчина влюбляется медленно, зато любит нежно, бережно, сильно, надежно. Эти слова Флегон Тьякович посвятил своей будущей жене Лилии Николаевне. Это слова из второй тетради жизни Флегонта Показанева, открывшейся в выставке. Тетрадь называется «Любовь и семья». Всего таких тетрадей на выставке семь, которые отражают основные грани человеческой жизни, которые близки каждому и которые присутствуют в жизни каждого человека. Детство, любовь и семья, красота, работа, знания, память – эта часть выставки создана по мотивам книги итальянского режиссера Танино Гуэра «Семь тетрадей жизни». В ней автор с помощью поэтических зарисовок отражает все грани бытия. На выставке каждый сборник цитат и высказываний отражает мысли, принципы и убеждения Флегонта Показанева. У экспозиции даже есть своеобразный эпиграф – слова Флегонта Яковлевича. «Так как же я жил? Пусть, наконец, об этом скажут потомки, которым попадут в руки мои воспоминания». Екатерина Любешева, Денис Зонов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Сборная России по хоккею на этой неделе завершает выступление на Чемпионате мира. В составе нашей команды – голкипер Ханты-Мансийской Югры Михаил Бирюков. Спортивная жизнь не останавливается и в Сургуте. О достижениях наших атлетов смотрите в обзоре за 7 дней. В Японии завершается первый круг чемпионата мировой лиги по волейболу. Соперник россиян – сборная Японии, Сербии и Кубы. В составе нашей национальной команды выступали два игрока Сургутского клуба «Газпром Югра» – связующий Игорь Кобзарь и доигровщик Алексей Родичев. Конкуренцию Кобзарю составил опытный волейболист Константин Ушаков. На позицию Родичева были заявлены Юрий Бережко, Дмитрий Ильиних и Евгений Севажелес. В Югре избран новый президент Союза биатлонистов. На отчетно-выборной конференции, прошедшей в Ханты-Мансийске, единогласно была поддержана кандидатура Владимира Калашникова. В частности, за кандидата выступил директор окружного департамента по физической культуре и спорту Евгений Реттин. Ранее Владимир Калашников занимал высокие посты в различных сферах, в том числе был советником главы администрации президента России. В Сургуте наградили победителей конкурса «Спортивная элита-2011». На пьедестал почета попали около 70 атлетов, тренеров, спортивных функционеров и журналистов. Телерадиокомпания «Сургут-Интерновости» стала победителем номинации «Лучшая электронная СМИ в области освещения спорта». Газета в центре событий «Лучшая печатная СМИ». Лучшим спортивным корреспондентом назвали сотрудника телерадиокомпании «Сургут-Интерновости» Дмитрия Круковца. В главную номинацию «Десятка лучших спортсменов по олимпийским видам спорта» попали боксеры, лыжники, борцы, тяжелоатлеты, пловцы. В филиале в федеральной сетевой компании «Единая энергетическая система» «Магистральные электрические сети» завершилась девятая летняя спартакиада. За победу в личном и командном первенстве соревновались более 130 человек из пяти сборных команд. За три дня разыграли 15 комплектов наград. Начали состязания волейболейсты, шахматисты и пловцы. Эстафеты у них приняли легкоатлеты и футболисты. Завершали соревновательную программу, бильярд и настольный теннис. Выиграла турнир команда центрального предприятия магистральных электрических сетей. По результатам спартакиады будет сформирована сборная команда Западной Сибири для участия в аналогичных соревнованиях, но уже всероссийского уровня. Они пройдут в конце июня в Московской области. Во вторник в спорткомплексе «Энергетик» состоится второй матч финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги по баскетболу. Сургутский университет «Югра» примет Урал из Екатеринбурга. Начало встречи в 19 часов. Вход свободный. Дмитрий Круковец, Дмитрий Подлесной, Денис Зонов. Сургут.Интерновости. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Такой была неделя. У меня на этом всё, а вы дождитесь прогноза погоды. Порадует он нас или нет, расскажет Карина Навальнева. Буквально через пару минут. Всего доброго, до встречи. Продолжение следует. Просковье Лосевской поможет очистить организм на клеточном уровне, нормализовать обменные процессы, улучшить работу всех органов и систем, а также восстановить саморегуляцию защитных сил организма. В центр ИСХА КАСИ поступают запатентованные фитосборы, в состав которых входят лекарственные растения. Курс оздоровления фитобочки по разным направлениям. Сосудистая, серотониновая, лимфодренажная, суставная, почечная, кислотно-щелочная. Для усиления эффекта и дальнейшего поддержания здоровья пациенту подбирают индивидуальный курс лечения с учётом хронических заболеваний. Массажисты, владеющие различными методиками медицинского массажа, сделают великолепный массаж с применением травяных настоев и масел. В центре есть возможность омолодить и оздоровить кожу лица, эффективные питательные травяные маски, косметический массаж лица и шеи. В Просковье Профи разработана гибкая система скидок. Возможно обслуживание по безналичному расчёту. Заключаются договора с различными организациями. Вас ждут по адресу город Сургут, улица Щепёткина, 28, 1 этаж. Запись по телефону 23-63-34. Правовое агентство «Сифромстрой» – безусловный лидер на рынке продаж. Мы оформляем ипотеку за 12 рабочих дней и гарантируем прямой договор с крупнейшим застройщиком Югры. Наши консультанты находятся в сургутских офисах Сбербанка России, а специализированные отделы продаж по адресам улица Гагарина и Каролинского. Телефоны 96-99-96, 96-00-96. Правовое агентство «Сифромстрой». Мы рады каждому новоселью. Теперь вызвать такси можно одной кнопкой. Набери 222-222, скачай программу по ссылке, испытай возможности новых технологий. Такси «Любимая». Город Сургут. Творческий вечер звезды Первого канала Ларисы Гузеевой. 5 июня в 19 часов в концертном зале Сургутского педагогического университета. Телефоны кассы 33-13-44, 33-12-44. Сайт бронирования билетов www.kassadefisyugra.ru Народные артисты России Ирина Алферова и Андрей Соколов в спектакле по знаменитой пьесе Жан-Поля Сарта «За закрытой дверью». 4 июня в 19 часов в концертном зале Сургпу. Телефоны 33-13-44, 33-12-44. Бронирование билетов www.kassadefisyugra.ru Центр недвижимости «Иваницкие партнеры» предлагает квартиры в Болгарии за 800 тысяч рублей. Жилье улучшенного эконом-класса в домах с развитой инфраструктурой. 50 метров до моря во всех курортных зонах страны. Гарантируем прямой договор с застройщиком. Телефоны 49-00-44-95-02-22. Занимаетесь ремонтом? Открылся новый магазин для людей, экономящих время. Огромный ассортимент качественных строительных и отделочных материалов. Напольные покрытия, сантехника, обои, лаки и краски, садовый инвентарь. Разумные цены. Постоянное пополнение ассортимента и открытие новых направлений. Легко добраться без пробок. Медвежий угол на юности. 57-11-22. У нас бесплатная установка сантехники, дизайн плитки, доставка. Только до 31 мая. Больше покупок совершай, больше скидок получай. Сеть салонов Китрой и Рензо Ринальди. Росич, первый этаж. Телефон 52-30-52. Торговый комплекс Сибирь, второй корпус, третий этаж. Телефон 516-777. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на неделю. С 21 по 27 мая. В студии Наталья Яркова. В начале недели к берегам Аби прорвется циклон с дождями и новой волной атлантического тепла. А с середины периода регион охватит антициклон. И дожди прекратятся, но станет прохладнее. К выходным ожидается очередное вторжение циклона и вероятность дождей повысится. В начале недели переменная облачность, кратковременные дожди. В понедельник температура ночью плюс 2,7, днём плюс 15,20. Во вторник утру 7,12 тепла, днём воздух прогреется до плюс 17,22. В среду ещё возможны дожди. Ночная температура 4,9 выше 0, после полудня на 4 градуса теплее. В четверг вероятность осадков небольшая. На столбиках термометров ночью от 0 до 5 мороза, после полудня 7,12 тепла. А что нужно каждому ребёнку? Любовь. Забота. А автокресло нужно. Даже дети знают, как выражаются любовь и забота. Сеть магазинов «Карапуз». Детское автокресло-трансформер всего за 1900 рублей. Сеть магазинов «Карапуз». Детское автокресло-трансформер для безопасности вашего ребёнка. Сеть магазинов «Карапуз» – всё лучшее детям. В пятницу ещё сохранится солнечная погода. Ночью минус 2, плюс 3, днём плюс 11,16. А в выходные пройдут ливневые дожди. В субботу температура ночью до 6 градусов тепла, днём плюс 14, плюс 19. И в воскресенье после полудня плюс 17, 22. Индивидуальный проект для любой корпусной мебели. Разнообразные цвета, стекло, зеркала, натуральные материалы, интерьерная фотопечать, пескоструйные рисунки. Безупречный сервис, подробные консультации, профессиональная помощь специалистов. Фабрика комфорта. Безграничные возможности совершенства. Персональные проекты для любого интерьера. Безупречный сервис, европейское качество. Профессиональная помощь специалистов. Фабрика комфорта, особенностей. Возвращение легенды. Мы просто продаём качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В фирменных салонах обуви «Саламандр» модели 2011 года от 900 рублей. Я желаю комфортной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok